Что нам достанется от этой атомной электростанции? Только болезни, загрязнения, экологии, онкологические болезни, как оставилось нам после Семипалатинска, после Аральского моря. Мы все это знаем, история Казахстана имеет такие черные страницы. Нам не надо ходить далеко. Поэтому мы должны, уважаемые казахстанцы, 6 октября выходить на этот общенациональный протест. Протестуем. Здесь нет никакой политики. Даже с этой точки зрения, как говорит Ганди, как до этого говорил Жека, как до этого говорил Аброй. Здесь стоит будущее нашей страны, здесь будущее наших детей. Наши предки оставили нам самую богатую страну, самую огромную, девятую по счету огромную территорию в мире. Казахи всегда были мужественными батырами. Это ядерный объект, я называю ядерной дубинкой. Для чего Путин с Тухаевым и с Назарбаевым хотят это сделать? Они хотят это использовать как ядерную дубинку против храбрых казахских батыров. Потому что они боятся казахов все. И Россия боится, и Китай боится. У нас история такая. Мы всегда их, они всегда были под нашим гнетом. Поэтому они боятся. И они хотят таким образом уничтожить наше будущее поколение, чтобы наши женщины, как сказал до этого Брой, не рожались новые батыры. И они хотят такой демографический, уничтожить наш геноцид, сделать против нашего народа. Вот что сегодня стоит. Поэтому мы должны выходить 6 октября, бросить все дела, бросить, убрать в сторону все расприи. Мы все должны выходить. Как Даурин сказал, даже полицейские, учителя. Никто не должен участвовать в этих фальсификациях. Это будущее нашей страны, будущее наших детей. И все, как сказала до этого Айткуль сказала, вы все войдете в историю как предатель этого народа. И интернет все это помнит. И все это будет потом, после свержения этого режима. А режим это все равно пойдет. И после этого свержения режима вы все предстанете перед судом, перед народным судом. Поэтому не делайте таких ошибок. Я призываю всех, учителей, полицейских. Не препятствуйте народу. Это воля, изъявление народа. Это будущее наше. И ваших, в том числе, детей. Детей-учителей, детей, людей, которые в правительстве работают, которые ездят на поезде и занимаются агитационной работой. Вы против нашего народа идете. Поэтому все мы это помним. И все это запомнится. И все вы потом предстанете перед судом. Поэтому 6 октября все выходим на общенациональный протест. Помогайте. Кто, если не выходит, помогайте. Сописывайте видео. Делайте репосты. Делайте финансовые пожертвования. Делайте. Вступайте в эти движения, которые созданы. Стоп АЭС. АЭС Керегимес. Это народные движения все. Это люди. Поняли, что с этой властью нам нельзя. Они преступники. Они враги нашего народа. Они враги нашего будущего. Наших детей. Вот что стоит на кону. Они поставили на кону, как азартники Стан, Назарбаев и Тукаев. Поставили на кону судьбу нашей страны. Судьбу нашего народа. Ну хватит уже лежать, молчать. И где же вы говорите, что раньше были батыры. А куда они делись сегодня? Батыры сегодня это вы прежде всего. Скажите, я выду. Запишите видеообращение. Сделайте челлендж. Что угодно делайте. Делайте репосты. Ставите лайки. Как Заманбей говорит. Ну и по крайней мере делайте финансовые пожертвования. Люди, профессиональные люди, которые занимаются этим ради нашего гражданского общества. Мы работаем над этим. Вот что я хотел сказать. 6 октября это судьба нашей страны. Пожалуйста, выходите на этот митинг.